Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий. В финал Золотой Лиги по мини-футболу вышла команда из Сургута, дружина педагогического университета. Прошла жесткая сита отбора на Урале. Теперь спортсменам остался всего лишь один шаг до заветных медалей первенства России. Дмитрий Подлесной продолжит. Эти ребята стремились в финал Золотой Лиги в течение последних нескольких лет. График тренировок и соревнований плотный. Первая лига, студенческие турниры, чемпионат города. В приоритете же было выступление именно во всероссийских состязаниях. Сначала был в Тюмени, проходил отбор, был в два тура, проходили в два тура. Затем уже играли на Урале. В нашей подгруппе очень сильная команда. Это Уральский федеральный университет. Получается, что команда в основном состоит из игроков Синары, Екатеринбург. Человек 6 или 7 играют. Опытные ребята. А также питерский таможенный университет. Кстати, участие в студенческом турнире профессиональных мини-футболистов – отличительная черта Золотой Лиги. И хотя в сургутской дружине все игроки имеют статус любителей, предстоящих матчей они не боятся. Настраиваемся на полную, потому что терять нам нечего. Первый раз в этих соревнованиях участвуем в финальной зоне. Ну, все, все силы отдадим. Получается, что сургутская команда выступит в роли темной лошадки. Поможет ли фактор неизвестности ребятам, узнаем совсем скоро. Финальная часть Золотой Лиги завершится в Москве 11 мая. Дмитрий Подлесной, Сергей Колотов, Сургут Интерновости. Нига жалоб. Злободневно. Достоверно. Каждую неделю на телеканалах Сургут Интерновости. Плюс СТС, ТВЦ, ТВ3.